Ребятушки, всем пламенный привет! С вами Алекс Назаров. Спасибо, что вы подписались на мой канал, смотрите все мои видео, ставите лайки и пишите свое мнение в комментариях. И сегодня у нас видео на личную тему. Я расскажу вам о своих квартирных тяготах и о моем быдло-соседе, который ко мне заявился под дверь с угрозами и устроил истерику. Вы знаете, всяких соседей я повидал на своем веку, но то, что ко мне сегодня явилось под дверь, вот такое вот обнаглевшее чудо природы я вижу впервые. Но давайте начнем по порядку. Сразу скажу, что я человек мирный, спокойный. Если меня не домогаться, если меня не трогать, то я тоже никого не трогаю. При этом я терпеть не могу всякие вот крики, топот, шумную музыку, поэтому если слышу какие-то такие посторонние звуки, мне все это крайне неприятно. Большую часть своей жизни я прожил с родственниками в кирпичном доме с достаточно тихими соседями, поэтому таких раздражителей, вроде отмороженных шумных соседей или какого-нибудь воинствующего быдла в моей жизни практически не было. Но когда я решил жить отдельно и приехал в съемную квартиру в многоэтажке, то понял, что ад на земле существует прямо здесь и сейчас. И имя ему многоквартирный панельный дом. Первая моя съемная квартира располагалась на 14 этаже панельной многоэтажки. Все самые ужасные воспоминания именно оттуда. Адские 12 с половиной недель моей жизни. Как ни странно, за все время моего проживания я не встретил ни одного соседа. Но складывалось такое ощущение, будто я с каждым из них давно знаком лично. Дикая слышимость панельного дома позволяла мне узнавать имена соседей, буквально не выходя из квартиры, и на расстоянии определять род их деятельности, характер и привычки. За короткий срок я превратился в мага-чародея, который легко, не глядя, с точностью до 100% определит, что за человек находится рядом, за стеной. И, наверное, если бы я участвовал в каком-нибудь шоу типа экстрасенсы, то точно занял бы первое место. А некоторые фразы жильцов, доносящиеся из соседних квартир, до сих пор хранятся в моей памяти. Вот как сейчас помню это. Лёня, вынеси мусор! Лёня, вынеси мусор! А Лёня терпеть не мог. Мусор вносить, судя по всему, но зато любил смотреть Дом 2 на полную громкость. Или вот это вот. Марина, Марина, где это была Марина? Первый час ночи, Марина. А Марина непонятно где шляется в час ночи, вообще та еще пришманденция. Один лишь секрет, который я так и не смог познать, это то, как же выживают люди, живущие в таких вот панельных домах. Когда ты заходишь в туалет, а у тебя там соседка пукает. Или заходишь в ванную, а там сосед судорожно хрюкает. И, видимо, в каждом таком доме есть человек, которому подарили пианино, но вот только не научили на нем играть. И этот непризнанный музыкальный гений каждый день разучивает Мурку на радость всех соседей. Ну а про дискотеки и долбежку музыкой я вообще молчу, это, как говорится, классика. И отдельная вишенка на торте. Это бегающие и орущие дети и животные, у которых день заканчивается в час ночи, а начинается в 4-5 утра. И никакие даже самые сильные беруши не уберегут вас от их веселья. Я сделал вывод, что панельный дом мне противопоказан и переехал в Сталинку на самый верхний этаж. Сталинки славятся своей звуконепроницаемостью, тем более самый верхний этаж. Думаю, ну все, теперь заживу по-королевски. Квартира мне сразу понравилась. Да, небольшая студия, но при этом высокие потолки. И есть второй уровень, такой как бы мини-второй этаж, где располагается дополнительное спальное место. Как раз в ролике, где я рассказываю о своем ужасном знакомстве с Машей Малиновской и Светланой Лобода, позади меня видна лесенка на второй уровень. Это как раз я снимал вот там это видео. Ссылку на него оставлю в описании этого ролика. Квартирка небольшая, но для меня одного в самый раз. Но одного я не учел. Оказалось, что Сталинка Сталинки рознь, и все они разные. И вот та Сталинка, в которую я переехал, она оказалась бывшей переделанной гостиницей. Большой длинный пятиэтажный дом с одним подъездом и лифтом, что вообще-то редкость для Сталинок. И вот все прелести этого лифта я уже очень скоро ощутил на своей шкуре. Каждый проезд этого чуда техники вспоминаю как кошмарный сон. Сначала долгое лязганье механизма, потом его резкая остановка с дичайшим грохотом, будто в стену бьют десятитонным молотком. И вот только представьте, подъезд один, лифт один на весь дом. И все жители пользуются этим лифтом, который установлен как раз-таки за моей стеной. Первое время, пока был карантин, еще как-то было терпимо. Но потом, когда он закончился, я понял, что все, люди начали шастать на улицу, на работу. Пора переезжать, собрать свои манатки. Новую квартиру я выбирал больше месяца. Лично посмотрел более десяти вариантов и в итоге остановился на Сталинке. Двушка без лифта на самом верхнем этаже за разумную цену. 45 тысяч в месяц. Хозяева пообещали мне спокойствие и тихих, адекватных соседей в придачу. Первые месяцы живу нормально, все спокойно, наслаждаюсь жизнью в новом жилище. Лишь иногда пару раз в неделю слышу какие-то крики от соседа на моем этаже. Ну, не часто, пару раз в неделю. Но счастье длилось недолго. Наступает весна, а как говорят психиатры, у маньячев различных мастей именно весной начинается обострение. И я вдруг понимаю, что вот эти вот мужские крики я теперь слышу просто постоянно, каждый день и в течение дня. И не просто крики, а дичайший ор, который сопровождается тяжеловесным топотом и пробежками по всей квартире, от которых просто нигде не скрыться. Если вы когда-нибудь видели и слышали, как носится стадо слонов, то можете тогда себе представить, как вот это все ощущается в жилом доме. Только разница этого слона от всех остальных заключается в том, что носится по квартире он с дикими мутюками. И все это продолжается в течение дня. В какой-то момент я понял, что эта ситуация меня уже порядком достала. Я решил оставить ему записку, где написал вежливо и по-человечески. Дескать, уважаемый сосед, очень шумно. Не могли бы вы вести себя потише? Буду благодарен за понимание. Думаю, ну мало ли, может он просто не знает о такой слышимости, прислушается, возьмется за ум. Но то, что произошло после этого, такого поворота, я не ожидал. Буквально через полчаса после моей вежливой, замечу, записки, раздается звонок. Я открываю дверь и вижу перед собой какого-то мерзкого наглого мужичонку с такой отвратительной ухмылкой, который со мной даже не поздоровавшись, тут же обращается ко мне на «ты». «И из чего ты взял, что ты меня слышишь?» Я говорю, во-первых, здрасте. Конечно, говорю, я слышу именно ваш голос. Да мне вообще уже 60 лет. Я говорю, прекрасно, но это не повод шуметь. И после этого он заявляет, до 10 вечера, чё хочу, то и делаю. Я говорю, ну то есть вы признаете, что этот шум всё-таки от вас? Да ты вообще кто такой? Я здесь давно живу и никто мне такого не писал. Я говорю, то, что вы здесь живёте, не даёт вам права нарушать законы. Мало того, что вы шумите, так ещё и курите в подъезде на лестничной клетке, нарушая тем самым закон о запрете курения. Это что, нормально по-вашему? А он, ребята, ещё и курит в подъезде, да так засирает, что просто дышать невозможно. Я сначала думал, что это какая-то шпана, может какие-то школьники дымят. Нет, это, оказывается, делает вот этот вот 60-летний болван, этот обормот, который считает, что ему всё позволено. То есть абсолютно аморальный тип. Я сейчас вызову налоговую, тебя выселят от седа. И вообще позвоню хозяину квартиры, в миг съедешь. Ну и тут понимая, что передо мной стоит быдло, да ещё и, суть по всему, с проблемной психикой, явно неадекватное, я просто закрываю дверь со словами «звоните, кому хотите». Ну а что дальше разговаривать с этим быдлом? Да, думаю, ничего себе, шумит, орёт, засирает куревым подъезд, а на мою вежливую просьбу вот так вот реагирует неадекватно, с угрозами. А я ему даже ни одного грубого слова не сказал, ну просто какой-то псих. Я ещё понимаю, если бы я заехал в дом и начал бы шуметь, врубать музыку, как блогер Андрей Петров. Но я не устраиваю дискотеки дома. Я не Андрей Петров, от меня никакого шума нет, поэтому какие могут быть ко мне претензии и угрозы? Сам превратил подъезд в курилку, отравляет жизнь окружающим, портит здоровье, ещё им не что-то вякает. Да чё ж мерзкое наглое быдло с поехавшей кукушкой? И, кстати, накануне встретил других соседей, и всех их абсолютно без исключения бесит вот этот вот хмырь, который курит в подъезде. Другие соседи оказались абсолютно адекватными, нормальными, мы с ними отлично поболтали. Но парадокс в том, что все они живут десятилетиями в этом доме, и никто не может открыто в глаза сказать вот этому быдляку, чтобы он заканчивал курить. Представляете? То есть все ждут, когда приедет Алекс Назаров и разберётся. Это вот такая особенность менталитета людей в нашей стране. Пусть кто-нибудь другой разберётся. Моя хата с краю, я не буду ввязываться. Выходим на лестничную клетку. Вроде бы, на первый взгляд, приличный подъезд. Чистые стены. На каждом этаже видеонаблюдение. Стоят горшочки, растут цветочки. Чинно, благородно. Тут же на стене предупреждение. Чёрным по белому. Курение в подъезде запрещено. Федеральным законом об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Установлен штраф. А теперь, внимание, опускаемся ниже. Опа-на! Целый бутыль курева. Вы видите, что творится? Всё засрал сигаретами. Этот плешивый таракан устроил из подъезда сыральник и загадил весь этаж. И, возможно, сейчас вы думаете, что он просто не заметил предупреждения. Так с другой стороны висит ещё одно такое же. И на каждом этаже в каждом подъезде висят такие объявления. Поэтому не знать об этом он не может. А значит, делает это сознательно. И, учитывая количество окурков, вы только представьте те суммы штрафов, на которые он накуривает. Вот этот вот паразит. Если ты такой активный курильщик, ну и кури у себя дома, не нужно срать сигаретами в общественном месте. Подъезд – это место общего пользования. Ишь ты, деловой какой, обормот. Накурит он, насрёт и бежит к себе в норку, спрятался. А все должны этим сраньём дышать. Срёт, гадит людям, в этим дышите. А ты, деловой такой, деловая колбаса невменяемая, убежал к себе в норку, спрятался. Ты чё ж мерзкий, обормотина. Ладно, ещё молодые люди, у которых крепкое здоровье. А чем дышать пожилым людям? Почему дети, у которых ещё только формируется организм, должны вот это всё нюхать? И какой пример ты, 60-летний болван, подаёшь им, когда куришь вот так, в наглую, открыто? Срёт, гадит людям, а все должны этим дышать. Просто в наглую. Да чё ж мерзкий, наглый паразитищ? Это обормотина какая, бесстыжая. Ну а по поводу угроз с выселением, ребят, конечно, меня никто не выселит, тем более у меня вполне адекватный хозяин квартиры. Другой вопрос, если вот этот обормот, который в наглую нарушает законы, имеет ещё и проблемы с психикой. А я вижу перед собой абсолютно неадекватного человека. Тут уже встаёт вопрос моей личной безопасности. Сегодня он курит и угрожает, а что завтра? Будет кидаться на меня с ножом в подъезде? Так что ли? Неизвестно, что от него ожидать. Там человек абсолютно просто со съехавшей кукушкой. Поэтому ребята будут теперь наблюдать за соседом. Если устаканится, угомонится, то, возможно, останусь в этой квартире. Потому что в целом мне эта квартира нравится. Если сосед будет вести себя неадекватно, то просто придётся искать новую квартиру. Потому что моя безопасность и моё спокойствие на первом месте. А вообще, конечно, моя мечта – жить отдельно без соседей. Где-нибудь в горах или в лугах Швейцарии или Австрии. Ну или США или Канады. Испания – вот тоже неплохой вариант. Я вообще люблю природу. Ну а выучить язык при желании – это не проблема. Идеальный вариант – вдали от большого города. Потому что я терпеть не могу городскую суету и весь этот шум гам. Мне бы отдельный домик с садиком и интернетом. И я буду спокойно снимать там свои видео. Если какой-то маленький городок – просто идеально. Этой московской зимой я снова ощутил, насколько же здесь ужасный климат. Тёмные короткие дни, серые улицы, дикий холод – всё это нагоняет на меня депрессию. Ну и плюс вопрос безопасности. Потому что я получаю тысячи угроз от религиозных фанатиков, каких-нибудь гомофобов. Поэтому, конечно, хочется убежать от всего этого. Безобразие, всего этого ужаса, беспредела. Жить в цивилизованной стране, где люди соблюдают законы. Очень интересно узнать ваши истории с соседями. Сталкивались ли вы вот с таким вот быдлом? И как с ним боролись? Давайте обсудим в комментариях. Как всегда, под видео оставлю все свои контакты в социальных сетях. Ну а если вы считаете меня достойным, вашей поддержки в это быдловатое время, то для вас я оставлю ссылку в описании видео. Буду благодарен каждому. Ну а на сегодня это всё, ребята. Я вас обнимаю крепко, будьте здоровы и до встречи в новых видео на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!